Как защитить волосы и кожу головы? Эта тема будет полезна для всех людей, у кого есть волосы и кожа головы. У кого есть, да, чего? У кого есть поездки и так далее. У кого есть время прогуляться под открытыми лучами солнца. У нас в гостях врач-трихолог, эксперт нашей программы Игорь Семенов. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот если человек вообще без волос, ему актуальна эта тема? Ну, человеку без волос максимально актуальна эта тема, потому что то количество палящего солнца будет непосредственно падать на лысую поверхность. Поэтому вероятность ожогов, дерматитов возрастает в первую очередь во многом. Ладно, это отдельная тема. Давайте все-таки о волосах. Как солнечные лучи влияют на них при прямом попадании? Прямое попадание непосредственно приводит к повреждению и к высушиванию стержня волос. Потому что в основном по своей структуре волос – это белковая структура, микроэлементы, и плюс там находится еще влага. Влага испаряется, открываются чешуйки, и, соответственно, при каждом расчесывании, при каждом мытье будет умываться большое количество строительного материала. Волосы могут ломаться, что в итоге будет выглядеть тем, что будет куча волос в мойке, будет куча волос на расческе. Поэтому летнее время самый лучший способ, конечно же, лечения – это профилактика. Поэтому первое средство – это надеваем головные уборы. И неважно, куда вы пошли – на грядки, пошли на прогулку на Татышев, либо пошли просто прогуляться даже под небольшими облачками. Потому что облака наши не защищают, пасмурное небо не защищает нас от ультрафиолетовых лучей А, ультрафиолетовых лучей Б, которые приводят к сухости, к ломкости и к выпадению в том числе. Так, давайте про защиту подробнее поговорим. То есть есть, наверное, какие-то шампуни, бальзамы? Первый способ защиты – надеваем головные уборы. Это, по крайней мере, помогает защищать. Лучше выбирать головные уборы из льна. Они обеспечивают такую хорошую перекрестную защиту от солнца. Поэтому это средство, пожалуй, номер один. Второе средство – это, конечно же, шампуни и бальзамы, которые направлены больше на питание, на улучшение трофики, содержащие масла, витамины А, витамины Е, такие растительные компоненты, которые будут уплотнять волосы. Да, для лета, может быть, это немножко тяжелее, но есть еще один момент. Если вы будете использовать эти средства, то голову придется немножко мыть чаще. Поэтому если вы помоете голову два раза в день – утром и вечером, ну, ничего страшного в этом не будет, зато вы защитите себя от агрессивного действия. А бывает еще такое, я, по крайней мере, с этим сталкивалась, когда длинные волосы, кончики начинают выгорать, они меняют цвет. И получается такой легкий оттенок амбре, так скажем. Это уже, если появляется оттенок амбре, то это уже нелегкое повреждение волос, если волосы пигментируют. Это уже достаточно хорошее, агрессивное. Это красиво, это неплохо. И в некоторой степени это даже некая такая лечебная составляющая, потому что по высушенному волосу, если у вас повышенная жирность на коже головы, кожное сало распространяется гораздо меньше, и волосы дольше выглядят, более опрятными. Поэтому для данных ситуаций, конечно, все равно необходимо питать волосы, наносить масла защитные, и в современных препаратах, в современных средствах, в флюидах есть и солнцезащитные фильтры, и компоненты дополнительно увлажняющие, крепляющие. Керамиды, церамиды, это также масло ши, масло органы, поэтому этих средств крайне-крайне много. Выбирайте то, которое вам максимально подходит по своей текстуре. Легкая, комфортная, чаще всего не смывающаяся. Вернемся к теме кожи головы. Что с ней делать? С кожей головы надо непосредственно прислушаться к самому себе. Что она вам говорит? Если она говорит о том, что ей хочется почесаться, если она красная, раздражена, вы можете это просто увидеть в проборе перед зеркалом, то здесь в первую очередь необходимо либо сменить шампунь на более легкий, либо применять уже средства. Есть средства, лосьоны, которые снимают раздражение, воспаление, может быть, при сиборенодерматите, может быть, непосредственно при гиперчувствительной коже головы. Чаще всего они находятся в профессиональных магазинах после окраски, например. Парикмахеры иногда это используют для того, чтобы снять раздражение после каких-то процедур парикмахерки. Если вы перешли уже в разряд того, что появляется перхо, чешуйки, и вы стряхиваете их с плечей, то это уже признак воспаления, либо это реактивный дерматит. То есть это реакция кожи, кожа просто просит, лечи меня уже. Это уже прямой повод обращаться к врачу, к дерматологу, к трехологу, чтобы решить проблему. Вот так вот, понимаешь? Поэтому итогом того, что если мы неправильно ведем себя в весенний период времени, пошли на шашлыки, поехали на море, и уходим красивыми без головных уборов, является то, что ближе к концу лета, где-то в августе, а то и к первому сентября, пациенты обращаются с упадением. Это упадение может быть не только из кожи, но и по поводу того, что просто-напросто мы не уходим. Может аукнуться, поэтому запасайтесь шляпами, бейсболками, всем, что вам нравится. Игорь Семенов, врач-трихолог, был у нас сегодня в гостях с самым первым экспертом в нашей программе этим днем. Игорь Семенов, врач-трихолог.